13.06 в Кирове. Яна Лапшина. Говорю здравствуйте нашим слушателям и приветствую гостю нашей студии Марину Сазонтову, первого секретаря Кировского горкома КПРФ, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва в прошлом депутата Городской думы, журналиста, маму и бабушку. Это важно. Марина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, а начать я бы хотела сегодняшнюю программу с ситуацией, которая складывается вокруг негосударственного образовательного учреждения «Наша школа». Слушатели наши могли эфир слышать, приходили к нам представители этой школы. Школа работает по вольторской системе, в ней около 50 учеников, 53, если я не ошибаюсь, и сейчас школе предложили покинуть занимаемые площади на Гайдара 4А и переехать в другое помещение на Крутиково 2Б, это тот же самый район, там не очень далеко от ДК Родина, но представители школы говорят, что помещение не устраивает их по ряду требований, начиная от того, что нужно внутри достаточно масштабный ремонт и реконструкция, потому что был там оздоровительный центр с саунами, заканчивая тем, что прежний арендатор там забрал чуть ли не окна, из этого помещения срезал батареи и прочее. И вот патовая Марина Сергеевна ситуация на самом деле. С одной стороны, администрация вроде как в своем праве. Они собственник муниципального помещения, они в любой момент могут попросить арендатора его покинуть, потому что помещение потребовалось для важных каких-то целей. Цели действительно важные, планируется на Гайдара 4А открыть садик на 120 мест. И вот вроде тут 120 детей на одной чаше весов, 53 на другой. Как выйти из ситуации? Ну вот я пока не понимаю. Вот я когда сюда шла на эфир, я посмотрела один из ответов, что предлагаемое им помещение, оно не подходит для образовательного учреждения именно детского сада, потому что там уже занята территория. Мы сейчас часто говорим о том, что у нас не хватает ясельных групп. А как вы понимаете, для ясельных групп нужна уже не такая большая территория. Если там дети, это куда-то уже проблема их куда-то скорее. Тут веранды и так далее, может быть, посмотреть. Действительно вызывает вопрос, потому что у нас сегодня очень много помещений, которые были специально под детские образовательные учреждения, дошкольные, они сегодня заняты другими разными фирмами. Кто-то более крепкие, более устойчивые. Поэтому, если бы, наверное, было более открыто вернуться к тому, по каким адресам эти были у нас детские сады, старый даже телефонный справочник, посмотреть, где они находились, и как сейчас эти помещения используются, возможно ли это сделать. Поэтому, главное, ведь там вопрос, должен быть ответ администрации, сможет ли, ну, то есть идти поэтапно в нашу школу, получить лицензию на проведение образовательных действий в том заведении. Безусловно, когда ты начинаешь в одном, ты все ремонтируешь, пусть даже это в зачет идет аренда, средства вложены, так сказать, аренда уменьшается и так далее, но ты вложил этих средств. А хлопот-то сколько? Я уже не говорю, это вторая строка. И когда ты приходишь заново, и говорят, а вот давайте снова открывайте Америку, все, значит, здесь. Там прозвучало, что где-то и окна уже поставлены, то есть что-то администрация. Вот я думаю, должна быть договоренность именно очень четкая, то есть школа, наша школа, они хотят получить ответ. Они, возможно, в том учреждении, в том помещении, они опасаются, что отказаны от получения лицензии на проведение образовательных деятельностей. Потому что там требования разных проверяющих органов. Да, и вот когда такая неопределенность, диалога не будет. Здесь нужно буквально садиться обеим сторонам за стол и поэтапно, пошагово получать ответы на все вопросы, которые возникают. Почему администрации тогда не вложиться или как бы компенсировать, а они будут платить тогда за аренду уже постепенно. Это проще, например, чем, если бы это здание вам дают в таком виде, вы вкладываете, не знаю, в кредиты или там еще, вам это невозможно сделать. А вот администрация заявляет, что какие-то расходы нашей школы готовы зачесть. Не надо какие-то. В счет оляндной платы. За честь, но их нужно первоначально вложить, а таких средств нет, как я поняла. Ну да. Поэтому тут сразу возникает, как же так. Вы зачтите, например, или наоборот, найдите средства, чтобы как на оборудование, там, детский, значит, так, и потом эта школа будет, например, я не говорю, что это именно уже решение, да, но она могла бы постепенно в счет аренды расплачиваться за то, что вложено. Хотя бы компенсировать городу. Первоначальную сумму на ремонт должна найти не наша школа, а администрация, вы полагаете? Безусловно. Несмотря на то, что администрация, в общем, по закону-то так-то вроде как и не должна. Ну, вот мое мнение, что когда речь идет о детях, что тексты о 20 или об этих там 53, все равно должен какой-то компромисс находиться. Они знали, их предупреждали, но когда всегда у нас вдруг, да, что-то происходит неожиданно, поэтому здесь надо очень открытый разговор вести. И, ну, у нас у каждого субъективное как мнение и восприятие того, что нам говорят. Может быть, какой-то поэтапно, как протокол вот этого, да, встречи на круглом столе, там, как это совещание, и поэтапно все расписать, кто, что и как. Если первоначально не будет ответа на вопрос, что там нельзя будет проводить образовательную деятельность, вопрос отпадет сам собой. А если он будируется, то есть продолжают он его ответ, и я не увидела ни в одном ответе, так сказать, из высказываний, которые были приведены в этих публикациях. Еще, Марина Сергеевна, такой вопрос. Если все-таки помещение на Крутиково 2Б, которое предлагается нашей школе, вот все, уже принято решение, что оно не подходит для размещения образовательной организации, кто должен помочь арендаторам найти новое помещение. Мэрия должна в этом участвовать каким-то образом, потому что, опять же, по закону получается так. Вроде это забота арендатора. Хотите, ищите. Найдете, приходите, будем обсуждать. Или, несмотря на то, что незначительное количество учеников в школе, пусть там 50 с небольшим человек, надо все-таки вот это вот, а это единственное учреждение, которое у нас работает по вольтборской системе, как мы выяснили в процессе эфира, все-таки надо помогать. Речь идет там и там о детях. Поэтому занимать какую-то жесткую позицию. Я понимаю, бизнес там где-то ищет, например, ремонт обуви. Это его проблема найти местечко, значит, и вот что я нашел, я бы тут устроился. Здесь все-таки должны, тем более, рособразование и так далее, там, роспотребление, кстати, образование, и другие структуры, которые будут проверять, они же будут предъявлять свои требования. Поэтому надо услышать всех. И если не будет вот этого диалога, не просто поговорили, разошлись, и я думаю, нужно присутствовать и, естественно, от администрации, те, кто ведет, курирует эти вопросы, и ни одному директору школы, там, завучу, то есть кто входит, но кому-то и из родительского комитета, только это должен адекватный быть разговор, именно составить вопросы, на которые готовы они или не готовы администрации дать ответы. Точно так же со стороны администрации. И, конечно, помочь, я считаю, ну, тут для чего у нас депутаты, той же городской думы, это их округ. Так вы подключитесь и помогите, решите, ведь это судьба. Я понимаю, дети там не только, наверное, с их округа. Они готовы переехать даже оттуда, вот от Докородина, как я понимаю, в какой-то другой район города, ну, может быть, там, не очень отдаленный и не на другом конце города, условно, там, не уезжать, слепся в Нововятск, да? Да. Готовы, родители готовы возить детей. Но здесь двустороннее должно быть движение, то есть кто-то узнает, что вот это помещение есть, кем оно занимается, там, мелкими какими-то структурами, которые можно вполне разместить и, так сказать, распределить по другим местам, и не связаны с таким количеством детей. Поэтому здесь должна быть все-таки более жесткая позиция со стороны как и нашей школы, так и со стороны администрации и городской думы депутатов, пусть подключаются. То есть когда арендаторы нашей школы просят от администрации активнее участвовать в решении вопроса, они правы? Я думаю, администрация должна слышать такие обращения. Потому что касается детей. Да. Потому что касается детей. Еще одна тема такая, опосредованно связанная с первой темой, тема нехватки мест в детских садах в городе Кирове. Не знаю, видели вы, не видели. Елена Жолобова, редактор портала «Свой Кировский», разместила у себя пост в Телеграме со ссылкой на материал, соответственно, на портале, где журналисты исследовали эту проблему, проблему нехватки мест в детских садах. Там много цифр по проблеме, и там же Елена задает важный вопрос. Изначально у нас строились шесть детских садов в прошлом году, еще четыре будут строиться в этом году. Часть денег давал федеральный центр. Давал, как я понимаю, на основании и подобещании того, что в этих детских садах будут появляться ясельные группы. И о ясельных группах говорил и зампред Дмитрий Кордиумов, и Елена Ковалева, глава города Кирова, и даже губернатор Игорь Васильев говорил о том, что вот мы создаем ясельные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. По факту получается так, что места в этих новых детских садах сейчас распределяются для детей, которым вот-вот прям три года исполнится. То есть это явно не ясельный возраст, это те ребята, которые должны пойти в сад в любом случае, потому что у нас задача стоит детей до трех лет, от трех лет прям вот обеспечить местами. И у родителей сейчас возникают вопросы. У родителей тех детей, которые хотели бы отдать своих малышей прям вот там полтора-два года кому, да, их не берут. Их не берут. И с одной стороны администрация отчиталась перед федеральным центром, что садики построены, группы созданы, с другой стороны в эти группы идут дети не ясельного возраста. Вот тут возможно как-то поискать какой-то, вот я не знаю, там механизм, может быть, не знаю, там вот как вы говорите, да, где-то отдельные ясы создавать, еще что-то, еще что-то. Или мы окажемся заложниками этой ситуации, когда у нас очередь детей от трех до семи лет стоит, и в первую очередь надо их интересы соблюсти. Ну, вы знаете, вопрос, конечно, нелегкий. У меня у самой внучки два годика с небольшим. Вы заявление об этой теме уже написали? Ну, дочь должна уже написать была, потому что вопрос встает. Так что мне эта тема очень хорошо известна и знакома. Но надо начинать от печки, от лавочки. Вот федеральный бюджет, средства выделены, на какие? Здесь, наверное, нужно подключиться, может быть, к контрольной счетной палате, самим депутатам заслушать. Если было как прописано, какие группы, какое количество, и если идет нарушение, что не открыты ясельные группы, как вы выполняете, значит, федеральные, так сказать, используете федеральные средства, сразу вопрос идет. Если же там прописано, что просто, там, не указывая количеством ясельных групп, или просто, да, детский сад без ясельных, значит, здесь достаточно сложнее будет. Потому что, безусловно, когда ребенку уже три года исполнилось, и у мам нет никаких прав никуда, а на работу нужно сегодня, извините, работа это то, что ты, благодаря чему можешь существовать, и тех же детей кормить, да? Я понимаю, какая дилемма у властных, так сказать, структур возникает, что тех детей, безусловно, в первую очередь. Но при отсутствии ясельных, ведь разные ситуации, мамы-одиночки, которые, ну, не могут они на таких пособиях, там, продержаться более полутора лет, предположим, да? Поэтому здесь нужно, опять же, идти от оснований, какие были прописаны, как сказать, положения по использованию федеральных средств, что там прописано. Но этим должны заняться тогда депутаты или контрольные счетные палаты. Или правоохранительные органы, если в них обратятся родители, да? Ну, я думаю, правоохранительные сначала рано, бюджетные, все-таки тут контрольные счетные депутаты, можно запросы-то гораздо быстрее сделать. А если будут нарушения, будут направлены в соответствующую структуру. Потому что одно дело, когда кто-то из руководителей, знаете, обещает и говорит, ну, как Путин сказал, или там у нас, да, каждый пенсионер получит по тысяче рублей, по 12, да? И когда время дошло... А потом выясняется, что не каждый, не по тысяче. Это средняя температура по больнице. Точно так же, вот, фраму неверующим надо сегодня быть, когда это вот одно дело, что человек популистский или там как, или не задумываясь так вот красиво произносит, а на деле оказывается другая ситуация. А есть документ, поэтому нужно идти от документа. Было нарушение? Да. Но я понимаю, что сегодня, когда стоит очередь, и маму выходить нужно. Дилемма большая. В общем, сложная история. Будем в ней еще разбираться и будем за ней следить. Марина Сазонтова, в нашей студии мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся в особое мнение уже с другими темами. Марина Сазонтова, в нашей студии, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, вице-спикер ЗАГС Собрания Кировской области 5-го созыва, в прошлом депутат городской думы, мама и бабушка, мы говорили о садиках. Марина Сергеевна, еще раз здравствуйте. Переходим к другим темам. 17 февраля, то есть в это воскресенье в Кирове, пройдет митинг. Митинг посвящен не только мусорной реформе, но это будет одна из основных тем. Там предполагается, что к этому моменту все мы получим платежки с новыми цифрами за вывоз твердых коммунальных отходов, и организаторы заявляют цифру в 2000 участников. Пока не можем понять, насколько будет этот митинг многочисленным, потому что 3 февраля проходил в нашем городе митинг экологический и тоже там опосредованно связанный с темой вывоза отходов. Не очень много было участников, от 150 до 300 человек, разные цифры называются. И я знаю, что в этом митинге 17 числа предполагается участие в том числе представителей политических партий и приглашение, насколько я знаю, разосланы организаторами Советом старших по домам и КПРФ приглашению получили. Да, получили. Пойдете? Безусловно, принято решение. Мы на бюро рассматривали этот вопрос с участием. Мы примем в этом. У меня только немножко одна фраза в вашем же эфире, когда говорили об этом митинге, что это не политическое мероприятие. И вот тут мне стало грустно. Думаю, мы или плохо Ленина изучали, да, уже или молодое поколение совсем не изучало. Одно дело экономические требования, но они все будут строиться на политических. И вот участие политических партий и не приглашение ядросов именно на этот, они не получали приглашения, насколько я знаю. Вроде нам обещали, что им отправят. Ну, во всяком случае, да, среди заявленных, которые в СМИ опубликованы, там ядросов не видно. То есть это уже политическое отношение, согласитесь. Мы вас не зовем. Да, и сказать, что это не политическое мероприятие. Ну, давайте так скажем. И мусор сам не собирается вдруг, так сказать, или еще какие-то. Это все политические решения о повышении, о введении новых тарифов, о повышении цен на бензин, там, Платона и так далее. Ведь у нас возникает ситуация, можно шире взять, откуда взялись дольщики? Обманутые. Обманутые дольщики. И понимаете, кто-то сидел и смотрел, как, так сказать, готовятся некоторые, вот МММ, почему у нас то и дело возникало. Ведь это, ну как, с позволения этой власти возникают эти структуры, которые обманут. У нас, ну, любой психиатр, он скажет, что у нас 35% населения, легко внушаемые люди. И на них заработать, так сказать, обманом, мошенничеством, какой-то судьбинностью, это нет проблем. Почему государство не защищает, власть не защищает эту категорию людей? Но если вы позволили обманным путем начинать, так сказать, строительство государства, берите на себя тогда решение этой проблемы, как сейчас и пытается. А ведь по большому счету решение проблемы обманутых дольщиков за счет кого стали решать? За счет нас с вами. Каким образом? Участок строительства, да, который отдается другой фирме, которая обещает застроить, ей бесплатно отдает земельный участок, за который тот же город мог получить хорошие деньги. И куда-то их направить. Пополнить бюджет и потратить. На решение социальных каких-то проблем и задач. То есть фактически за нас с вами счет решаются проблемы обманутых. Это справедливо? Это разве не политическая ошибка, которая допущена была? Поэтому называть... Вот это меня очень смущает, что это не политическое мероприятие. Там есть какие-то ограничения для вас, для участников? То есть вам говорят, что нельзя с партийной символикой приходить туда? Нет, там символика разрешена. Да, будет двое наших выступающих. Это секретарь обкома Готинцев и главный комсорг у нас в области, ПФО, кстати, Михаил Кремлев. То есть будет право предоставить, предоставлено выступить. Будет ли это насколько массово или нет? Но я бы, знаете, для себя, вот когда шла на эфир, тоже утро вечера мудренее, вчера так ваши вопросы посмотрела, ответ дает сама власть. Потому что как только начинается выборная кампания, на какой представителей какой партии самая большая грязь льется? Только КПРФ. Поставляются фирмы, вернее, там партийки, которые с этим словом коммунистические, там начали еще. На того же Грудинина. Вот посмотрите, выборы прошли, на него продолжается грязь. Кто знает, что вот суд состоялся, и его так называемые дольщики все проиграли. Но это не освещается широко. Конечно. Поэтому сегодня власть сама показывает, кто является действительно оппозицией. Не на словах, а на деле. И кого она действительно опасается, что это, будем говорить, партия, которая может привлечь людей, собрать людей, вывести людей, поднять. У нас же в области, конечно, да не только в нашей области, вот поговорить с людьми, когда мы собираемся в пенсионные реформы, вот такая пати, люди моего возраста и старше, за что мне очень стыдно, говорили, ой, мы свое получили, пусть молодежь сама свои права. Где молодежь вообще находится? Она по две, там на двух ставках, где угодно зарабатывает. Не потому, что они не хотят даже участвовать, они физически не могут, нужно за ипотеку платить, не говоря, там, семью содержать, помогать или там за учебу платить. Поэтому вот разделяя властвую, когда вот так загружают людей, для них решиться или выйти достаточно сложно. Но сейчас мне вот с этой мусорной реформой очень смешным показалось то, что вы послали, чтобы доказать. Но мне, вы знаете, это не так. У нас на сайте правительства области, я слушателям нашим поясню, да, выложена инструкция для тех, кто хочет сделать перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов. Там достаточно большое количество пунктов, там действительно все подробно расписано, на что ты имеешь право, там, в тех обстоятельствах, в других обстоятельствах, когда ты уезжаешь жить на дачу, когда ты уезжаешь в другой город в командировку. Но вот самый-то, конечно, пункт, который у нас здесь в редакции вызвал большое количество уроничных комментариев, это пункт про поездку за границу. То есть если ты уезжаешь в заграничный отпуск, тебе недостаточно предоставить для основания перерасчета, там, брони из отеля, или билеты какие-то еще что-то, ты должен сходить в посольство или консульство России на территорию этого государства и взять там справку, что ты там, а не здесь. Это потом. Самое смешное, самое смешное, если посмотреть по городу Кирова, думаю, Кирова Чепец, которые подпадают, и оплата идет за квадратные метры, они с человека... И мы не можем рассчитывать на перерасчет. Дело в том, что метры-то никуда не уезжают, и, как правило, в семье кто-то живет, один остается, и даже если один куда-то уехал, метров-то меньше от этого не станет, метры он с собой никуда не увозит. Поэтому это настолько ситуация смешная, то, что у нас прописано. Это для тех, кто где-то в районе, но они тоже всегда там кто-то остается. Ну, с человека, может быть, меньше платить, но на село, наоборот, приезжает больше людей и на каникулы и так далее. Это если лето касается. Да. Так что, вот как бы там им еще не повысили с человека, когда там к бабушке послали двух-трех внуков, когда там еще, так сказать, молодая мама приехала и так далее. И сельсоветом будет писать. А никто, Марина Сергеевна, не будет этого делать? Если люди живут в Кирове и на лето детей отправляют к бабушке, и все равно они платят за свои квадратные метры точно такую же сумму. А метры никуда не уедут. Вне зависимости от того, есть там дети или нет, никто же не пойдет сознательно и говорит, а вот мой-то там уехал в такой-то район и возьмите-ка, пожалуйста, там тогда с нас за мусор. Потому что нет такой возможности. Ну, там могут компанию начать. Вот это я, кстати говоря, предполагаю. А кто? Власти района, местные какие-то, А как? Местные, конечно. Муниципальные власти. То, что если у них увеличится там какое-то количество или мусора, или нет, людей стало больше. Естественно, это очень интересно, кто поимеет денежек побольше. У нас же всегда, это же живые деньги. Но рекоператору-то, мне кажется, все равно. Они же свое, они получат свое в Кирове. До того, переехавшего на лето внука к бабушке, они в Кирове соберут его родителей. А это не зависит от метров. А вот там-то человек появился, где считают по душевое, почему бы не взять. Так что предела кощенства, даже слово сложно подобрать, как поступают вот сегодня. Но для меня, например, самое парадоксальное, когда у нас собираются собирать мусор, да, там кто-то может или сортировать, не знаю, но никто не собирается его перерабатывать. Мы были в Седлице, если я не ошибаюсь, это где-то начало или конец 2000-х, 90-х годов, наверное. Это Польша? Польша, Седлице, городок, 80 тысяч населения. И у них там работает мусороперерабатывающий заводик. Это бизнес. И город был признан, кстати, из парогазовой установки, я уже здесь выступаю не раз, это повторяю, парогазовая установка, и этот город был, когда мы были, был признан самым экологически чистым в Польше. Самым экологически. Поэтому, когда у нас говорят мусоросортировка, переработка, о переработке никто не говорит. Не, ну говорят, но как-то в очень отдаленной перспективе, когда-нибудь в Машу. Точно так же и с этими перерабатывающими. Как можно заниматься, мы город не можем привести в порядок, чтобы людей хотя бы элементарно научить, чтобы они не в окна выкидывали мусор, как у нас часто бывает. Бывает. со своими домашними животными по аллее, когда выходят, так сказать, гулять со своими собачками. Раз в два только видела хозяев, которые это делают. Остальные гордоши стоят с большими достаточно интерьеры там и так далее. Поэтому, здесь должна быть двусторонняя, но она объяснимая, объяснимая действие. А когда вот так прописывается, что мусорная реформа, мы собираем, а что меняется? То есть, человек, с которого внуждают, чтобы забрать эти деньги, ему ничего не объясняют, а что поменяется? Рекоператор. Мы живем, нам без разницы, кто там оператор. Нам важно, чтобы было чисто. Но полигон построили новый, экологически чистый, безопасный. И, кстати говоря, вот свой кировский Лен Жолобова, давно я очень знаю, они молодцы, они проводят эксперименты и к нам, кстати, обращаются. Сколько же действительно собирает семья мусора? Мусора, да. Замеряет. Но здесь нужно, конечно, не только месяц, наверное, квартал, потому что иногда мы проводим строительные работы, мусора бывает больше. Иногда мы выкидываем какие-то вещи старые, генеральную уборку проводя. То есть, думаю, месяцам не надо, им нужно продолжать это, и вот уже тогда объективная картина будет. И действительно, как многие говорят, мусор там же как, неупрессованный. Но если, например, у меня какие-то пакеты, неужели я его так и бросаю? Я, например, всегда очень плотно все складываю, очень компактно. Почему я должна за чей-то непрессованный мусор там платить? Вопросов много возникает. Кто позволяет так поступать? Вадима Сергеевна, да, сейчас сделаем рекламу, а у нас впереди пауза небольшая, вернемся. Марина Сазонтова в нашей студии, напоминаю, мы продолжаем программу «Особое мнение». Еще про мусор наш поговорим, про предстоящий митинг. Сортировка, утрамбовка, эксперимент по количеству собранного мусора. Митинг 17-го числа, представители КПРФ там будут. Как вы думаете, представителям власти на этом митинге надо появиться, представителям рекоператора еще кого-то? Ну, считается, они хотят работать и понимать ситуацию. Они обязаны там просто быть. Другого нет. В КПРФ, в Горком, сейчас люди идут с жалобами такими? Или пока еще не принесли квитации, не осознали. Но у людей вопросы-то эти возникают, почему берут с метра, а не с человека, все-таки действительно мусор. И понятно, что там идут льготы. Если семья многодетная, то нужно им предоставить. Или, извините, ребенок родился, так сказать, там какие-то будут, но там тоже мусор. Но все равно для категории, например, более трех человек надо посмотреть, какие-то льготы. Особенно если кто-то из этих троих не работает, условно говоря, там кто-то на пенсии, один работающий в семье и ребенок несовершеннолетний. Да, здесь надо все равно деференцированно очень детально подходить к этому, чтобы не было ни обид и не нагружать те же многодетные семьи, что больше детей, понятно, но не до бесконечности. Или, если, может быть, эта семья захочет платить с метра. Ваши выступающие с какими будут речами выступать, с какими требованиями? Ну, во-первых, то, что я и озвучила, не должно быть, во-первых, позиция, что у нас мусорная реформа непросчитана, все-таки считают завышенный тариф на мусор, на вывоз его и без сортив... Ну, как, кстати, донесит... Должна быть переработка. Да, конечно. То есть это логично, как у нас самый прочный треугольник. Вот он, сбор, вывоз и переработка. Переработка, льготы для многодетных, вот это вот все, для льготных категорий. Да, да, да. Я знаю, Марина Сергеевна, мы вчера с вами разговаривали, что большое количество жалоб сейчас идет по... на Вятки-связь-сервис. Я напомню, организация принимала платежи от жителей, да, где-то принимала даже без процентов, то есть без комиссий можно было заплатить. Люди привыкли, но годами, правда, платили, да, несут свои деньги туда, но вот там месяца два назад стала появляться информация, что, пожалуйста, не платите через Вятки-связь-сервис, потому что платежи задерживаются. Платежи задерживаются до поставщика ресурсов, не доходят там воды или электричества, чего угодно. Люди попадают в список должников, кто-то лишается субсидий, кто-то еще. Так. Ну, знаете, вы опять же тема в глазе задели. Дело в том, что, вот, давайте мы с вами объявим, мы хотим собирать деньги и перечислять. Приходите к нам, платите нам, а мы будем перечислять. Мы можем с вами так сделать? Наверное, все-таки должны какие-то быть критерии, да, можно ли нас допустить, что у нас есть и так далее. Так вот, Вятка-связь-сервис, это они начали собирать как раз по рекомендации правительства нашей области. То есть, это структура, которая зашла и была объявлена официально сборщиком наших коммунальных платежей. Ведь мы бы с вами к частнику неизвестному не пошли. Ну, то есть, некоторым образом правительство гарантировало и сохранить эти ответы, и добропорядочность компании. Что же вы, да, здесь финансовый контроль должен быть, потому что, насколько я знаю, может быть, это мое мнение субъективное, его можно и проверить, все эти средства сначала все перечислялись с московским собственником. Здесь это как исполнительная, так сказать, фирма региональная, которая вот работала. Так за этим потоком кто должен был следить с тем, чтобы эти средства возвращались ресурсно-снабжающим организациям? Ну, вот в тот момент, когда это все начиналось, ведь не было задержек платежей. Я, насколько помню, мы тоже там оплачивали через ветхосвязь сервис какие-то коммунальные услуги. Я сама также всегда оплачивала. Все вовремя приходило. Поэтому, если появились сигналы от ресурсно-снабжающих организаций, это значит, должно быть не колокольчик, а уже колокол. Потому что, какое количество людей вносят, это же живые деньги, прямые, так? Куда они уходят? Почему они не попадают непосредственно? Кто сидел, ждал? Кто? Власть должна была уже сразу ушки на макушку, что такие сигналы поступают. А они решили, а ты вот юридические лица, между ними арбитражные. Мы посмотрим, чем это кончится. Это что за наблюдение, что за равнодушие. Когда сейчас тысячи людей попали в ситуацию, у них на руках квитанция об оплате. А управляя, вернее, ресурсоснабжающие, не получили этих денег. Им говорят, хорошо, мы подаем в суд. Это категория, которую очень аккуратно платят. Это кто? Пенсионеры, бюджетники и пенсионеры, у которых весь доход он налицо. И начинают с этих пенсий выбирать долги, которых фактически нет у этих людей. Налицо, это мы имеем в виду на карточку, на карточку перечисляются пенсии многим, да, и также точно эти долги списывают. Почему они погашаются, если на карточку, а если у тебя так, тебя уменьшают суммы, ты приходишь за пенсию, тебе говорят, а вот у вас там списали половину, вы должница, оказывается. И когда говорят, а вот идите в суд, доказывайте, кто должен доказывать, кто допустил такую ситуацию, что люди добросовестно оплатившие становятся должниками перед кем-то. Это власть позволила создать такую ситуацию, как по должникам, как по обманутым дольщикам. Это ведь как бы звень, это одно и цепь. А что теперь сделать-то можно? То есть на уровне власти сейчас как-то эту проблему можно решить? Ну, во-первых, я думаю, власть ответственна. И почему? Когда они, пусть правительство, там состав уже целиком меняется или нет, ответственность должна быть перед жителями. Так вы рассмотрите. Слушайте, но они бедные и несчастные, они и за дольщиков отвечают, которые появились не при них. Они все это позволили сделать. Это были не они, это были перед ними. А вот тогда не надо было. Тогда они бы не отпускали предыдущих или наказали бы и решили этот вопрос. Пока, вернее, они не решили бы этот вопрос. А сегодня к власти рвутся очень многие, но не хотят отвечать за те последствия, которые допустили пустить их предшественники. Так вы сделайте так, чтобы законы работали. Если ты допустил, так ты отвечай и реши эту проблему, а не переваливай, что я сегодня, как калиф на час, все, я свое прихватил, ухватил, кто где оказался, а вы теперь новое решаете. Так не должно в стране быть. Ну, вот давайте мы не так широко будем брать. Все-таки на территории Кировской области есть определенная проблема. Что можно сделать? То есть со стороны власти может быть, не знаю, там какой-то диалог с приставами. Я так понимаю, что долги списывают приставы. Конечно, так это по судебным решениям, потому что ресурсы снабжающие подают, управляющие, потому что они действительно не получили средства. Так а почему они подают в адрес жильцов, у которых все оплачено? Ну, видите, квитанции об оплате находятся у жильцов. Да. Поэтому, если вот, я бы, например, сделала, там, старшее подобное, собрать, что квитанции, копии приложить, что они у нас есть, и пусть подают тогда через эту организацию, кто ухватил и не перечисляет, из Москвы не возвращает эти деньги. Но это должен быть арбитражный суд все решать. взбудоражить и вот так действовать по отношению к пенсионерам и тем людям, которые должниками по сути не являются, заложниками. Правда, некоторые воспитывают, а кто вас просил платить в АТКСС-Вейерс? Ну, потому что они... Нет, ну, слушайте, это дело даже не в том, что говорили. Дело просто в том, что они принимали платежи без комиссии. Мы все понимаем, что там, может быть, не очень большая сумма, у кого-то там 30 рублей, у кого-то 100. Но для пенсионеров эти 100 рублей тоже важны. Конечно. И 30 рублей важны. Это лишний пакет молока, в конце концов. Извините, вот мне вчера позвонили из Ганина, у нее подруга вышла на пенсию. 8 530 рублей. Как можно жить на такие деньги? Когда 7 тысяч и пришлось заплатить за все коммунальные платежи. там, отопление, там, что-то, ну, все это вместе. О чем мы говорим? 100 рублей, конечно, да. В этой ситуации они не просто там ни погоды не сделают, да, а они действительно очень людям нужны и важны. Еще одна важная федеральная тема. Мы вчера с вашим бывшим коллегой по законодательному собранию Валерием Туру ее обсуждали. Это решение Минпромторга по поводу возвращения ларьков на наши улицы. Ларьков в киоске, сказал мне вчера Валерий Николаевич Я вам легко все объясню. Да, что случилось-то вообще? Три года назад ночь длинных ковшей все снесли. А теперь, значит, говорят, давайте вернем обратно. Давайте я буду говорить что-то мое субъективное мнение. Да, конечно, это же особое мнение. Дело в том, что когда началась борьба с киосками, она как бы двухсторонняя. Почему, например, многие были против этих киосков, где торговали фунфыриками? Категорически против. И при малейшем нарушении вот, ну не знаю, сама пошла бы, так сказать, и закрывала все эти, да, одно. Но киоски, в которых торговали там фрукты, овощи, предположим, какая-то вот недалеко от остановки от дома что-то ты бежишь и мог бы быстрее Есть киоски, где торговали, в том числе и Кока-Колой, а когда-то, когда закон разрешал и пивом торговали, но не торговали вот этими пузырьками. Да, значит, но тут пришли сети. Вот если вспоминать, у нас сначала одна была, да, а потом пошли большие сети. Конечно, прежде всего, им они мешали. Почему у нас были лавочники, как их называют, да, киоски? Потому что муниципалитету было, видимо, выгодно, я до сослагательного наклонения это говорю, да, выделение места, значит, нужно к чиновнику идти, возможно, найти подход, чтобы получить удобное место под этот киоск. И чиновнику, возможно, могло быть хорошо. То есть, это предположение мое, почему эти киоски у нас везде. И многие крышевались эти киоски. Было даже известно, кому из чиновников они принадлежали. Да. Начало 2000-х. Когда зашли сети, они же сказали, мы вам вот это, 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 естественно, эти мешали. И власть тут же под козырек сетей начала убирать конкурентов. Полминутки остается. А сейчас-то почему они решили... А потому что муниципалитет остался без влияния властных, у них потерялся источник. Вот в чем дело. Это мое предположение. Вот и все. Марина Сазонтова в нашей студии, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, в прошлом вице-спикер законодательного собрания и депутат Кировской городской думы. На этом программе особое мнение мы завершаем. Марине Сергеевне, спасибо. И вам всего доброго. До свидания. До свидания.